Всем привет! Как часто мы с вами обвиняем кого-то в своих неудачах, когда нам что-то посоветовали, дали совет в каком-то деле. И при плохом исходе мы начинаем винить того, кто нам это посоветовал, хотя на самом деле тот, кто нам это советовал, мог дать этот совет просто наотмашь и не чувствуя за собой какой-то ответственности. Давая кому-то какой-то совет, нужно давать его, чувствуя за собой ответственность. Почему лучше не давать людям советы, когда вас об этом не просят? Иногда, конечно, бывает, получаясь действительно годные советы от людей, и часто люди, которые дают тебе действительно совет на вес золота, они сильно-то и не настаивают, и не разрываются на части, доказывая тебе, что сделай так. И именно так, но не по-другому. Действительно, ценные советы дают один раз и очень тихо, не повторяя его по 150 раз. И чаще всего не хотя. Потому что ценный совет, как заработать деньги, например, таким советом люди неохотно-то и делятся. А вот совершенно бесполезными советами тут-то в этом деле щедрая русская душа готова выложиться по максимуму. Но случается и такое, что вы даете человеку действительно ценный и полезный совет на вес золота. Но он вас почему-то не слушает и думает, что вы его обманываете. И советуете ему какую-то ненужную чушь. На самом деле, давать советы, когда вас об этом не просят, нельзя. У каждого в жизни свой путь, который человек проходит различными способами. Делает он это по-разному и таким образом учится. Запустите в лес, например, троих человек ночью и дайте им задание выйти в центре леса на опушку. Запуская этих троих человек по очереди в лес, каждый из этих троих людей придет к цели по своему пути. Кто-то пойдет в обход, кто-то выберет более короткий путь, третий предпочтет переплыть, перебраться через болото. Но в итоге, все эти три человека доберутся до нужной им опушки в лесу, выполнят поставленную цель. Они доберутся до опушки леса, где их будет ждать награда. Поэтому в жизни у каждого человека свой путь. Вы можете решать одну и ту же задачу разными способами, или у задачи будет только один способ решения. А вы придумаете совершенно инновационный способ решения задачи. Учительница посмотрит на вас удивленными глазами и скажет. Да, конечно, ответ-то ты получил правильный, но решается эта задача по-другому. Как же ты придумал такой инновационный способ решения? Все потому, что вам не будут давать советы, как и что вам делать. Так и развивается мышление и логика. Так придумывались технологии и делались великие открытия. В современном мире доходит до того, что советы друг другу просто опасно давать. К примеру, расстаются два человека, девушка с парнем. А вы их друг, вы долго с ними дружили, любите и одному, и вторую. И после расставания к вам один из пары приходит и начинает жаловаться. Какая же была плохая моя девушка? А вы тут как тут, начинаете давать советы. Мол, раньше нужно было ее бросить. Я и тогда знал, что она плохая, но ничего тебе не говорил. Не хотел расстраивать тебя. Уходи из дома, расставайся, оставайся у меня, поживешь. Или давай найдем тебе новую девушку, а потом этот парень с девушкой внезапно мирятся. И вы начинаете выглядеть, как какой-то дурачок, как враг. В итоге пара помирилась, но те советы, что вы произносили, теперь сидят в голове у того, кому вы их советовали. Таким образом, к вам начинают относиться, как к врагу. Хотя вы вроде бы ничего плохого и не хотели делать, вы просто хотели дать нужный совет. Или, например, частая жизненная ситуация в жизни бывает приключается с людьми. Парень окончил вуз и не может найти себя в жизни, не может найти работу. Ему безответственно советуют, иди, работай туда-то и туда-то. Работай там, там нормально. Вы сопротивляетесь, не хотите идти туда, куда вам советуют, но вам яростно доказывают. Нет, нет, у меня друг был с такой же специальностью, пошел работать туда же. Иди туда, и будешь замечательно работать, и все у тебя в жизни будет хорошо. Человек пошел, устроился на ту работу по совету, и в итоге у него ничего не получилось. Отработал, ничему не научился. Человека подставили и посадили в тюрьму, например. Человек будет сидеть в тюрьме и проклинать именно того самого советчика, который посоветовал прийти на эту работу. Он будет думать, а если бы Петя, Вася, Коля не посоветовал мне тогда прийти сюда, то меня бы и не подставили. Меня бы вообще сейчас здесь не было. Меня бы не подставили, и я бы не сел в тюрьму в итоге. Казалось бы, то, что человека подставили, то, что он украл на работе кусок колбасы, и его посадили на 10 лет, строгача, это не ваша вина. Но человек так устроен, что он склонен всегда искать причины своих неудач не в себе, а в других, в окружающих. Мол, бог меня не любит, судьба у меня такая, кость широкая, родители ничего не дали мне в жизни, жена у меня плохая. Это друг не посоветовал, и он во всем виноват. Босс человека будет придумывать любые отмански, только чтобы не обвинить самого себя и не признать свои же ошибки. Есть люди, которые с легкостью признают свои ошибки и прилюдно не стесняются задавать вопросы, даже когда их 10 раз после этого называют дебилами. Они все равно продолжают спрашивать то, что им непонятно. Респект таким людям. Но есть же люди, которые никогда не признают своих ошибок, и даже если они чего-то не знают, они слишком гордые, чтобы переспросить еще раз. Поэтому, когда у вас в жизни спрашивают совета, к этому нужно подходить очень серьезно и аккуратно давать совет, потому что потом виноватыми окажетесь именно вы. А бывают такие люди, которые не просто дают совет, а даже заставляют, насильно дают совет, так сказать. Покупай именно это, я тебе сказал, и ничего другого, я тебе советую, в скобках приказываю. Мы часто обвиняем в своих неудачах автобус, который пришел с опозданием, хотя мы могли прийти за полчаса раньше на остановку. Мы часто обвиняем своего друга, который проспал, и из-за этого у вас день пошел наперекосяк. Мы виним в этом друга, что друг проспал, и из-за него ваши планы рушатся весь день. Хотя мы могли перестраховаться и позвонить другу 10 раз, чтобы тот не проспал. Мы часто не можем и ленимся предвидеть какие-то простые действия. Мы ленимся взять с собой зон, когда утром ясная погода. Но в обед передали сильный дождь. Поэтому давая свой совет кому-либо, нужно подчеркивать и говорить человеку, что я не истинно, мой совет не единственное правильный. Пожалуйста, посоветуйся еще с пятью людьми. Это я так думаю, я не заставляю тебя делать так и вот так, и не говорю, что это правильно. У каждого своя голова на плечах, у каждого своя жизнь. Поэтому нельзя никому давать советы, куда идти работать, куда поступить, где получить ту или иную услугу, где починить что-то, куда обратиться. Любой человек должен уметь сам анализировать и решать трудности самостоятельно. Тем более, что в современном мире трудности решать стало гораздо проще. Любой человек должен анализировать, размышлять, принимать решения и впоследствии нести ответственность за эти действия. Эта ситуация с несамостоятельными людьми неспроста рассматривается, ведь частично она возникла еще со времен СССР. Где идея социализма и впоследствии коммунизма окончательной идеи равенства между людьми, которая так и не случилась. Эта идея, эти привычки, что государство мне должно, государство должно мне все предоставить и решить все мои проблемы. Крыша течет в моем доме, буду ждать, пока государство за меня решит и починит мою крышу. В современное время многоквартирными домами чаще всего управляет один человек, на которого перенесли всю ответственность и полномочия. И часто люди тоже думают, что этот человек им должен. Хотя этот человек не ясновидящий, и он не может, как бабка-гадалка, узнать, что у вас крыша течет над вашей квартирой. Конечно, в жизни у каждого бывают и плохие, и хорошие ситуации, и в них не всегда виноваты вы. Поругался с другом, виноваты Ова, но с себя вины снимать никогда нельзя. Если у вас что-то не получилось, пошло в кость, в первую очередь нужно смотреть на себя, что я сделал не так. Что я не предусмотрел, где я не увидел опасности, где кому-то чего-то недорассказал. Но люди со времен СССР привыкли к тому, что вот сейчас какой-то мудрец что-то нам скажет, выложит нам всю нужную информацию, и мы пойдем, сделаем, даже свой мозг не включая. И все у нас будет хорошо. Но тот мудрец прежде всего такой же человек, как и вы. И он также может ошибаться. Мы привыкли кого-то идеализировать и считать его мега-умом. Бежать сломя голову и спрашивать его совета, как правильно и лучше мне жопу подтереть. Что там говорить, даже пилоты самолетов ошибаются, хотя они свои навыки оттачивают на тренажерах годами, прежде чем начать управлять настоящим самолетом. Но часто такой мудрец, к которому мы бегим, оказывается мудрец среди овец. Часто нам кто-то рекомендует использовать то или иное лекарство, какую-то мазь, я вот использовал это лекарство и мне помогло. Или есть советчики, которые советуют сходить к бабке, которая лечит. В таких случаях нужно всегда, прежде всего, у человека спросить. А ты сам-то ходил? Ты сам на себе это использовал? Эй, собачиха! Вставай! Слышишь? Да вставай ты! Потому что часто бывает, что такие советчики, которые раздают свои советы, но сами они никогда не делали того, что они советуют. Мажьте себе задницу огурцом, а голову яйцом, и у вас будет отличная шевелюра на голове. Хотя сам советчик-то лысый без волос. Забавно. Есть такая пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, ведь немцы, они всегда были эпидентичными и требовательными к себе. Немецкая военная техника Второй мировой, она сделана максимально простой, эффективной и надежной. А в современном мире, например, русские без проблем нарушат общественные правила, но немец себе такого позволить не может. После нарушения внутри его будет гложить этот нехороший поступок. Конечно, и среди русских есть порядочные люди, потому что не бывает плохих наций. В каждой нации есть плохие люди. И среди кавказцев есть как хорошие, так и плохие люди. И среди русских есть как хорошие люди, так и твари последние. Поэтому к каждому совету, который вы даете, вы должны относиться ответственно и не давать каких-то четких советов и ориентиров. Потому что у каждого человека свой путь. Вы можете намекнуть ему, а задачу он выполнит уже другим способом. Не обязательно так, как бы сделали это вы. Одному человеку вы посоветуете что-то построить таким-то способом, он справится, а другой накосячит и наломает кучу дров и обвинит в этом потом еще и вас. Но иногда человеку лучше не давать совета и вовсе, потому что если вы ему дадите совет, даже сделаете все за него. Он этого не запомнит и не усвоит всех ошибок. Человек запоминает всегда свои ошибки и на ошибках учится. Человек сделал, один раз ошибся и запомнил свою ошибку на всю жизнь. Кто-то придерживается такой политики, что никогда не дает советов и не слушает советов других. Но такая резкая позиция не всегда правильная. И может быть ошибочной. Есть такая пословица, по чужую дудку плясать не буду, но музыку послушаю. И когда люди дают вам советы, делятся с вами, слушать нужно все, абсолютно любой совет нужно слушать и анализировать. Слушать, как делятся жизненным опытом, но главное другое. Главное в том, что вы не должны воспринимать любой совет на веру, на 100%. И принимать его как рецепт, как единственное верное решение. Даже если этот совет от мамы, от папы или от бабушки с дедушкой. Слушать нужно всех, ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. И даже если вам не хочется разговаривать с тем или другим человеком у подъезда, и вы хотите быстрее проскочить в свою квартиру, остановитесь и поговорите с человеком. Ведь вы можете узнать какую-то полезную информацию, которая вам позднее пригодится. Каждый человек, даже бомж бездомный, может вам рассказать что-то, что может вам впоследствии пригодиться. Из этих всех людей, советчиков, кто-то скажет глупость, кто-то скажет мудрость, а кто-то полную хрень. Но на то мы и хомо сапиенс, что умеем анализировать и принимать из этой горы мыслей единственное верное решение. Нужно слушать советы всех, анализировать их и вырабатывать свою линию поведения, свой план и принимать решения. Даже, например, на уровне руководителей страны, они не делают выводов из истории России. Но в каждом периоде жизни в СССР, в царской России было что-то хорошее. Но многие принимают решения бесповоротные и делают выводы, что СССР это шлак и что империя это шлак. И не слушают никого. Но если брать опыт из времен СССР, то можно вычленить из него и что-то хорошее, что-то полезное. Случается такое, что родители вам не просто советуют, а навязывают вам свое мнение, свой путь развития. Но в таком случае нужно обсуждать это с родителями. Садиться за стол переговоров и доказывать родителям то, что ты готов брать на себя ответственность. И не хочешь учиться там, куда тебя посылают. Человека могут насильно загнать учиться на стоматолога или на патологоанатома, на доктора. Но у него не лежит душа к этому, может ему больше нравится быть юристом или адвокатом. А такие доктора могут, кстати, и на тот свет свести своих пациентов. Или человека заставили идти учиться на инженера по строительству дорог. А на самом деле из него бы получился прекрасный доктор. Поэтому с родителями нужно разговаривать и обсуждать. Соображаешь, что ты делаешь, а? Ну что ж ты маму-то как и звонишь? Как мы людям-то в глаза смотреть будем, я не знаю. А давать советы нужно всегда с ответственностью и осторожностью. И желательно тогда, когда вас об этом просят. Напишите в комментариях, есть ли среди вас люди, которые часто дают советы, когда вас об этом не просят. И зачем вы это делаете? Что вас побуждает к этому? Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. А с вами были Интересные Факты. Субтитры создавал DimaTorzok